Мы говорим го, вы говорите баскет. Всем привет, друзья! Из Санкт-Петербурга с финала 8 детско-юношеской баскетбольной лиги. В сезоне Дюбл приняли участие 40 команд, а в решающую стадию пробились 8, что уже достижение. Но чтобы сейчас на финале 8 заиграть на полную мощь, баскетболистам нужно разбудить своего внутреннего зверя. А знают ли они, какой зверь сидит у них внутри? Я бы проверил. Я думаю, утром, днем и вечером, потому что у меня по 2 тренировки в день. Они бывают по-разному. Чаще всего, конечно, утром и вечером. Днем я сплю, чтобы восстановиться. Я выберу вечер, потому что вечером более активные тренировки. Мясные, рыбные блюда, потому что самое сытное. Ну, думаю, не мудрость. Я еще слишком молод. Энергичность во мне, конечно, есть, но ценю больше всего друзей и сам люблю дружить. Думаю, дружба. Да, я очень люблю общение. Всегда открыт для всего. Люблю кайфовать со своими родными, близкими. Нападение на меня, вторжение в мое личное пространство, неприятное оскорбление. Я добавлю свой вариант ответа, когда говорят что-то моему кенту. Сердцем, разум, интуицией. Я думаю, сердцем, а потом уже разум. Внутри себя живет снежный барс. Я думаю, нет, я лев. Ну, красный, я думаю. У меня, в принципе, все хорошее настроение. Боевое. Как бы хочется поиграть. Поскольку я живу в Питере, это... Нет такого. Пусть будет восход солнца. Это... Есть в этом вайп, в общем. Чувствую себя уникальным, конечно. Это мои волосы. Не надо. Амурский тигр. Похоже, похоже. Ну, думаю, утром. Утром как бы проснулся. Больше всего дела фото сделать в этот промежуток времени. Прошла. Овощи, фрукты, салаты. Ну, да, мне нравится путешествовать. Вообще, баскетбол, как бы, мне кажется, вид спорта любой. Больше знакомств, путешествия. И, как бы, себя больше узнаешь. Особо не дерусь, мне кажется. Не было. Ну, только максимум меня хотели. В первую очередь, разум, конечно. Внутри тебя живет снежный барс. Снежный барс, как бы, такой таинственный. И мы с Урала. Снежный барс тоже там находится, я думаю. Ну, я думаю, черный. Ну, да. Темно у меня внутри все. Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать поле унижения, которое я испытал сегодня. Ну, я думаю, восход солнца. Ну, это красиво. Наверное, себе и близкий. Волк. Да. Я думаю, да. Скорее всего, красный, просто потому, что любимый цвет мой. Наверное, восход солнца, просто потому, что красивый. Ну, здесь два ответа, которые я могу делать. Это умение наслаждаться моментом и верность себе и близким. Ну, наверное, умение наслаждаться моментом выберу. Хорошие здесь варианты, конечно. Ну, пусть будет жизнь дана на добрые дела, просто потому, что я в душе добряк. Наверное, улыбнусь и сделаю что-то хорошее для того, кто оказался рядом, даже если это случайный прохожий. Ну, в итоге я ел. Вообще нет, ну, внутри я лев, конечно. Тигр, лев, вот это внутри всегда. Ну, а теперь в компании Барса, Волка, Тигра и, конечно же, Льва переносимся в матчи за медали. И первым на очереди поединок за бронзу. Я не буду спрашивать, за кого вы болеете, потому что я знаю, болеете за сына или все-таки за команду. Кричите вперед Лева или вперед Парма? Только Парма, только Парма. Сына мы дома поддерживаем и всяко обласкаем. А здесь только Парма. Здравствуйте, а вы за кого болеете? Мы за Руну. Костяк, вот родители наш, мы вот они. Тренеры, как говорится, для них. Можно сказать, что в период игр они выше, чем родители, поэтому мы можем только писать, что мы их любим. Мы поддерживаем и независимо от результатов матча будем любить всегда. В матчах за медали нужно удивлять. Что вы сегодня уготовили для Руны? Честно, мы поменяли наш вид защиты по сравнению с прошлой игрой, чтобы немного удивить их. И немного новые взаимодействия придумали. За сутки? За двое суток. Слушай, ты один из самых эмоциональных игроков в команде. У тебя такая роль, и это все закипает у тебя внутри. Да, надо отдавать всю энергию на матчи, на 200% играть. Отдать всего себя, чтобы потом не жалеть об этом. А это не мешает тебе концентрироваться на атаке, например? Нет, это наоборот меня подбадривает, чтобы я шел агрессивнее на подбор. Вот, защищался. Круны едва вас не затянуло вязкую концовку, за счет чего вы выстояли и удержали свое лидерство? Честно, хочу сказать большое спасибо Льву Свинину. Сегодня это был его день. Благодаря ему и нашим бойцовским качествам мы смогли не затянуть это в концовку, а выиграть спокойно. Абсолютно согласны. Еще, наверное, эти люди на балконе вам помогли. Это просто, это самое лучшее, что у нас есть. Парма Пауэр, мы как семья, все, одно целое. Как и год назад в финале встретятся «Зенит» и «ЦСКА». С мурашками на коже вспоминаем тот матч, и вот из него пару моментов. Субтитры создавал DimaTorzok «Зенит» очень достойный соперник. Они играли всей командой. Это наш финал. Мы не имеем права проигрывать. Дима Торзок «Зенит» и «Зенит» и «Зенит» и «Зенит». Команда прожила год, как вы видите, достаточно хорошо. Мы усердно работали, шли шаг от шага к улучшению качества нашей игры. О реванше не думали, потому что нет смысла о каких-то поражениях или неудачах думать. Надо просто двигаться вперед, как я считаю. И просто каждый день делать свое дело. Чем мы и занимались. И, как вы видите, это принесло нам успех. Ребята сами уже взрослые. И, я думаю, вы по игре видели, насколько они хладнокровно принимают решения. Не поддавались давлению. И я в них полностью уверен. Все, кто выходил на площадку, они за этот год показали, что они из любых ситуаций могут выйти. Они знают, чувствуют игру. Знают, как с теми или иными формами защиты или с теми ситуациями справляться. И сегодня, конечно, были трудности. ЦСКА – браво, хорошая работа, прекрасные игроки. Но наши мужички разобрались практически со всем, что преподнесла нам игра. И я благодарен им за это. Эмоции просто невероятные. В прошлом году мы проиграли этой же команде. В этом взяли реванш, поэтому это вдвойне приятно. Сегодня вы очень вовремя забили трехочковый. Чем еще вы пытались обезвредить ЦСКА Дюбл? Ну, в целом, у них есть один ярко выделяющийся лидер. Мы старались всеми силами его сдержать. В принципе, могу сказать по счету, что у нас получилось. На самом деле, да, это было ожидаемо, что именно в финале надо будет как-то сыграть просто на другом уровне. Вот, и получилось. Ну, что ты чувствуешь после победы? После того финала очень хотелось вернуть, как бы сказать, свое. И мы это сделали. Весь сезон парни играли в другой команде. Мы пришли с молодежки и, в принципе, показали то, что были должны. Делали свое дело. Да, сделали свое дело. Егор Евстафьев отличился. Саша Поротников тоже очень хорошо сыграл. У меня не пошла, как сказать, игра. А так все было по делу. Вы сняли свой один танк неплохой. Ха-ха-ха. Один танк? Ваше мнение, как специалиста, мог ли финал в этом году состоять из других команд? Или, другими словами, много ли у вас преследователей? Ну, конечно. У Самары там неудачный сезон получился. Достаточно хорошие игроки. Да, не получилось им попасть. Плюс у МБА такая была игра с Руной за выход в четверку. Там тоже достаточно качественный состав ребят с Московской спортшколы. Парма. Прекрасная работа тренеров и ребят. Да, они, можно сказать, колоссальный труд сделали. Не помню, когда последний раз они были в финале. Сейчас такой и в финал попали, и результаты. Видно, что команда живет. Собрали ее не только в баскетбольном плане, но еще и ментально. Они друг за друга бьются. И это видно, что сложно их сломить. Все были готовы, все были настроены. У всех со вчерашнего дня была мысль, что надо выйти и выиграть. То есть, это была важная победа для Зенита, так скажем. И для нас всех, у нас, считай, последний год дюбла у восьми человек. И по-любому надо было выигрывать. Надо было красиво это сделать. Да, ну не то, что красиво, просто очко победы два разгрома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!